В настоящее время в мире обитает около 20 миллиардов животных. Если бы все было идеально, на Земле было бы на 5 миллиардов животных больше. Однако многие виды вымерли, и в настоящее время около 44 тысяч видов находятся под угрозой исчезновения. Самое крупное и недавнее массовое вымирание в истории произошло в эпоху динозавров и привело к исчезновению 75% видов на Земле. Валаби – давно забытый родственник современных кенгуру. Но у них была скрытая суперспособность – ночное зрение. Вот почему они были активны в основном ночью. Их рост достигал одного метра, а питались они травой, листьями, фруктов и другими растениями. Валаби жили в травянистых районах рядом с болотами и другими водоемами, но недолго. К 19 веку их численность сократилась, что поставило их на грань вымирания. К 1920 году в дикой природе осталось всего 14 валаби. Тогда была начата спасательная операция. Необходимо было поймать последних 14 животных, чтобы защитить их. Но ситуация вышла из-под контроля, и 10 валаби погибли. Четверых оставшихся перевезли в специальное учреждение, а в 1939 году умерло последнее животное. Сейчас сохранилась только одна фотография валаби. После этого поступали сообщения о том, что животное видели, но доказательств не было. И в 70-х годах оно было официально объявлено вымершим. Короткомордые медведи. Уникальный вид, обитавший в Северной Америке. В частности, на Аляске. Это был массивный медведь, весом около 680 килограммов. Когда он вставал на задние лапы, его рост составлял около 3,5 метров. На метр выше, чем у самого крупного представителя этого семейства. Белого медведя. Это животное отличалось от современных медведей, потому что почти все они всеядны, за исключением белых медведей. Но этот монстр был исключительно плотоядным, что и послужило причиной его вымирания. В конце ледникового периода многие травоядные исчезли, и медведям не хватало пищи, чтобы выжить. Они были Усейном Болтом в мире медведей, самыми быстрыми из когда-либо живших, развивая скорость до 64 километров в час, что на 8 километров быстрее, чем у гризли. Сейчас в мире насчитывается около 400 миллионов голубей. Некоторое время назад в Америке вид птиц, называемый странствующими голубями, в изобилии водился по всей стране, особенно в восточных лесах. Их было более миллиарда, но за несколько лет их количество сократилось с миллиарда до нуля. У них были маленькие головы и шеи, но длинные хвосты и крылья, а также сильные грудные мышцы, которые позволяли им совершать сверхдальние перелеты. Последний странствующий голубь скончался в неволе в 1914 году. Его звали Мартой. С тех пор этот вид птиц больше не встречается в экосистеме США. Лоси. Огромные животные, но они выглядят крошечными по сравнению с давно вымершими ирландскими лосями. Тот лось был ростом около двух метров с огромными рогами длиной в три с половиной метра. Сегодня рост лося составляет всего полтора метра, а длина рогов чуть больше метра. Несмотря на свое название, этот лось встречался по всему миру, от Азии до Европы. Своё название он получил благодаря тому, что в Ирландии, недалеко от Дублина, исследователи нашли прекрасно сохранившийся экземпляр. С тех пор его называют ирландским лосем. Последний из них скончался в Ирландии. Основной причиной их исчезновения стала неспособность адаптироваться к изменениям климата. Когда закончился ледниковый период, лоси не смогли выжить и вымерли. Где-то глубоко в лесах Коста-Рики живет интересная на вид золотая жаба. Она была обнаружена в 1966 году в одном определенном месте, где все жабы собирались для оспаривания. В 1967 году в том же месте заметили большую популяцию этих золотых жаб. Но на следующий год обнаружили всего 10-11 жаб. А через год, в 68-м, в этом месте появился только один одинокий самец жабы. В течение многих лет велись поиски золотых жаб. В 2004 году жабы были официально объявлены вымершими. На этот раз человек не был виноват. Засуха в этом районе в 80-х годах оказала на жаб значительное влияние. Но последней каплей стало появление нового вида грибка, который вызвал утолщение кожи животного, что в итоге привело к его смерти. Хитридеевый грибок стал причиной вымирания более 90 видов лягушек и амфибий, став одной из самых больших угроз для их жизни. Канада – очень холодная страна, что неудивительно, и никто не ожидал увидеть там тропических птиц вроде попугаев. Однако существовал вид попугаев, который обитал в Америке и некоторых частях Канады. Я говорю о каролинском попугаю. Это были поистине красивые птицы с оранжево-желтоватой головой и зеленым телом. Их любимыми местами отдыха были большие деревья вдоль рек. А любимой пищей – семена дурнишника, которые для нас ядовиты. Но птица без проблем их ела. Кроме того, попугаи использовали дурнишник в качестве защитного механизма. После того, как они проглатывали семена растения, их мясо становилось ядовитым. А хищники не любят есть ядовитых птиц. Каролинские попугаи были многочисленны. Их насчитывались миллионы. Но со времен ледникового периода их численность постепенно снижалась по естественным причинам. В основном из-за температуры. К 1939 году таких попугаев в дикой природе уже не осталось. У современного африканского льва был гораздо более известный и печально известный родственник – берберийский лев. Эти кошки упоминались во многих известных старинных книгах. Их описывали кайзлобных, ужасающих зверей. Считается, что они были самым крупным видом львов. Берберийские львы весили около 272 килограммов. А их рост от головы до хвоста составлял 2 метра 70 сантиметров. К сожалению, из-за множества факторов в 90-х годах прошлого века этот лев был объявлен вымершим. Сегодня мы располагаем лишь одной фотографией этого животного, сделанной с самолета. Райские попугаи были родом из Австралии. Это были поистине удивительные птицы с пленительной окраской. Их уникальными особенностями были гнездовые повадки. Они гнездились только в термитниках. Этот попугай всегда находился на грани вымирания, и причины этого до сих пор неизвестны. На них охотились мыши, крысы и другие животные. И это подливало масло в огонь. Последнюю птицу видели в 1972 году. С тех пор райских попугаев можно увидеть только в музеях. Когда-то Мексиканский залив был домом для карибских тюленей-монахов. Этот вид любил проводить время в теплом субтропическом климате карибского бассейна. Чаще всего тюлени можно было встретить возле рифов и островов, где они добывали пищу. Как и большинство из нас, они любили песчаные пляжи и обычно встречались группами по 100 тюленей, отдыхая перед новым приключением. В 1886 году тюлени-монахи были объявлены вымершими. Увидеть это животное до сих пор можно в двух музеях. Оба находятся в Великобритании. Как мы все знаем, у зебр черные и белые полосы. Но у одного вида зебр только половина тела была покрыта коричневыми и белыми полосами. Остальная часть была просто коричневой, а живот – белым. Этот вид назывался квага. Он жил в южной части Африки на травянистых полях и влажных пастбищах, как в современные зебры, и питался травой и другими растениями. Последняя квага вымерла в 1888 году. Но не все надежды потеряны. Сегодня ведутся активные исследования, направленные на возвращение этого животного в дикую природу. Австралия является домом для многих необычных животных. Но самые безумные из них, пожалуй, заботливые лягушки. Этот вид не похож на обычную лягушку, которая откладывает яйца. Эти лягушки вынашивают потомство внутри своего желудка и рожают, выплевывая около 25 полностью сформировавшихся молодых лягушат. Иногда их желудок настолько раздувается, что им приходится дышать через кожу. Два вида этой лягушки были обнаружены в северной и южной частях Австралии в 70-х годах Майком Тейлором. Через 10 лет после их обнаружения оба вида исчезли. Основная причина их исчезновения – хитридиевый грибок. К счастью, заботливые лягушки также являются частью программы по борьбе с вымиранием, в рамках которой предпринимаются серьезные усилия по их возвращению в дикую природу. Продолжение следует...